Молодые специалисты сегодня встретятся с представителями отдела внутренних дел и Центра гигиены и эпидемиологии, которые расскажут им о сложившейся в районе ситуации с распространением ВИЧ-инфекции и наркоманией. Молодые специалисты, вооруженные этими знаниями, будут более осмотрительны, ведь в конечном итоге именно от них зависит, является ли Солигорск городом будущего. Проблемы наркомании и ВИЧ-инфекции в Солигорском районе с каждым годом только усугубляются. К сожалению, эти беды напрямую связаны с высокими доходами и молодостью солигорчан. В коллективы предприятий и организации района постоянно приходят молодые специалисты. Институт проблем ресурсосбережения с опытным производством не исключение. Каждый год на наши предприятия по распределению приезжают молодые специалисты. Ребята приезжают из разных городов Белоруссии. И многие после отработки решают остаться на предприятии, работать и жить в Солигорске. В этом году к нам пришло около 70 человек по распределению парня и девчата со всей Белоруссии. Специальности разные. Итеровские работники, инженер-технологи, конструктора. И цеховые специальности. Тоже ребята работают на производстве. Молодые люди подвергаются действительно большому риску. И многие из них это хорошо понимают. Это очень обширная тема. Молодежь вроде как бы слышали, вроде где-то есть, но всего внутри они, как я понимаю, не знают. То есть даже с медиками, которые на данный момент учатся, не заходят ни к чему интересному, что даже медики иногда конкретно не знают. Вот. Ну, я думаю, что это то, что надо. Для молодых специалистов и именно для нашего города это самая важная тема. В этом году профилактическое мероприятие в институте проводится более масштабно, чем в прошлом и позапрошлом. Это связано с серьезностью обсуждаемых проблем. На данный момент ситуация в Солигорском районе по линии наркоконтроля остается сложной. С каждым годом мы видим, наблюдаем рост количества зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Также ситуация остается сложной по поводу употребления наркотических средств лицами, скажем так, молодежью. На сегодняшний день в Солигорском районе зарегистрировано 1583 человека с ВИЧ-положительным статусом. Из них 122 выявлены только за этот год. Превалирующий путь заражения половой. На сегодняшний день распространение ВИЧ-инфекции в районе характеризуется как генерализованную. То есть фактически не осталось групп риска, так называемых. Болеют наравне с потребителями инъекционных наркотиков и простой населения. Единственной мерой профилактики ВИЧ-инфекции является своевременное обследование, соответственно, выявление заболевания и уточнение своего ВИЧ-статуса. В Солигорском районе более полутора тысяч ВИЧ-инфицированных официально зарегистрировано. И 633 наркозависимых состоят на учете в психоневрологическом диспансере. Цифры можно смело умножать на 10, а то и больше, чтобы приблизить к реальным. Эта информация пугает, но, к сожалению, правдива. Я могу вас уверить в том, что нет ни одной организации и предприятия на сегодняшний день в районе, где бы не было зарегистрировано хотя бы одного ВИЧ-инфицированного. Молодые специалисты не просто отсиживались на встрече, они задавали вопросы. Их волновало, как защитить своих детей, как борется милиция с подпольной, но навязчивой рекламой наркотических средств и многое другое. Неравнодушие молодежи во время подобных бесед вселяет надежду на то, что, возможно, рост ВИЧ и наркомании сообща можно будет остановить.